Портал Академия Портал Академия Портал Академия находится по адресу akademia.estart.ru Вы видите сейчас на демонстрации его первую страницу, основное окошко. И далее мы позже расскажем, из каких составляющих складывается информация на портале, где что можно посмотреть, как в личный кабинет зайти, что доступно без авторизации в личном кабинете. Информация чуть позже будет более подробная. Также все, надеюсь, в курсе, что помимо портала Академия у нас имеется партнерский портал. И в настоящее время между этими порталами существует достаточно тесная интеграция. Инженеры, которые регистрируются на портале Академия, синхронизируют их аккаунты, их статусы, их сертификаты. Они синхронизированы с порталом партнерским. И, соответственно, в партнерском портале появляется информация и привязывается к конкретной компании, на которой они работают. Так, пишут. Слышно очень тихо, и приходится прислушиваться. Там громкость регулируется. Ну, микрофон просто ближе подвинем. А сейчас Алексей. Алексей, сейчас лучше слышно? Все, отлично. Давайте продолжаем. В партнерском портале у нас, соответственно, есть личный кабинет партнера. И в личном кабинете партнера можно также видеть, какое количество инженеров с такими статусами у партнера имеется. Именно в этом ключе происходит интеграция двух порталов, и информация прозрачно перетекает из одного в другой. Таким образом, получается некая автоматизация в плане присвоения статусов. То есть, если инженер в компании есть, он получил определенный статус, сдал определенный экзамен на портале Академия, это отобразилось в партнерском портале, и, соответственно, появилась возможность повышения статуса. Эта информация видна в верхней части личного кабинета, там, где у нас, собственно, предоставляется информация о статусах партнеров. Напомню немножко требования к партнерам по наличию специалистов, по наличию инженеров. Для партнера авторизованного никаких требований нет. С точки зрения наличия технических специалистов для партнера серебряного уровня требуется всего один инженер, который сдал экзамен на... прошел курс BASIC и сдал минимальный экзамен. Экзамен этот доступен в онлайне, и также материалы для этого курса доступны в онлайне. Их можно просто скачать, посмотреть, изучить и сдать экзамен. Далее на статусы GOLD и PLATIN уже требуется более серьезная подготовка. На статус GOLD нам нужен инженер сертифицированный по статусу MIDDLE. То есть это несколько курсов нужно пройти для того, чтобы сдать на данный статус экзамен. Для уровня PLATIN нам уже нужно два инженера, причем один из них экспертный. То есть это верхний уровень Advanced. Обучение инженеров может выходить как очно, так и заочно. Причем заочное обучение доступно только по одному курсу, по курсу BASIC. По курсу BASIC у нас на портале Академия есть полный комплект материалов. И, собственно, сам курс обучения, и видеоматериалы, которые доступны для просмотра, курс доступен для скачивания. И также после изучения этих материалов можно сдать тест. То есть не требуется никуда ездить, все онлайн доступно. Если в таком режиме по каким-то причинам обучение не подходит, то можно также записаться на очный курс BASIC вместе или только на него, или в комплекте с последующими курсами. Курсы, напомню, проходят последовательно. Сначала курс BASIC и далее все по повышению сложности. После изучения каждого курса возможна сдача экзаменов и получение сертификата международного опроса. Олег, если хочешь, можешь добавить пару слов по курсам. Когда они проходят, какое количество часов? По курсам. Базовый курс в основном изучается самостоятельно по презентации, по материалам, которые мы даем. Есть материалы наши, есть материалы производителя на английском языке. В основном он изучается самостоятельно. Но иногда организуются на нашей площадке курсы BASIC. Если это собирается большая аудитория, тогда на нашей площадке можно его провести. Также BASIC организуется на выездных мероприятиях в разных, в различных городах, странах. И после BASIC доступен экзамен уровня BASIC и можно его будет сдать. В принципе, вне зависимости от того, был курс прослушан или изучен самостоятельно, можно написать, точнее зарегистрироваться на этот экзамен и сдать экзамен по уровню BASIC. После сдачи BASIC открывается уровень SILVER. И можно будет сдать дополнительные дальше экзамены. Для того, чтобы сдать дополнительные экзамены уровня MIDDLE и ADVANCEED, все-таки необходимо посетить обучение. На уровень MIDDLE обучение идет 3 дня по 8 часов. Обычно это вторник, среда, четверг. И уровень ADVANCEED, он проходит в пятницу, это 1 день 8 часов. Вот уровень MIDDLE состоит из 3 дней, то есть это 3 модуля. Первый модуль – это безопасность, точнее даже не так. Первый модуль – это маршрутизация, второй модуль – это интеграция, третий модуль – это безопасность. На каждый модуль выделяется по одному дню. И в пятницу обучение по уровню ADVANCEED – это уже отдельный курс, отдельный модуль. И значит, по курсу MIDDLE сдаются 3 экзамена по каждому модулю. То есть получается 3 сертификата. И по уровню ADVANCEED еще один сертификат продвинутого уровня. Итого, BASIC MIDDLE 3 сертификата и ADVANCEED 1 сертификат. Получается 5 экзаменов и 5 сертификатов. После сдачи всех экзаменов, получения всех сертификатов, можно претендовать на самый высокий уровень. Это уровень GOLD, уровень партнерства Платин. По уровню GOLD, там была информация в таблице немного выше. Это уровень MIDDLE, получается. В принципе, вся информация по организации проведения курсов сейчас представлена. Более подробная информация о содержании курсов есть в записи нашего предыдущего вебинара. Мы добавим ссылку на этот вебинар к записи данного вебинара. И можно будет посмотреть, из чего состоят курсы, что изучаются на них. Также программа изучения размещена на портале. Александр во время демонстрации вам покажет. В принципе, вся информация по обучению. Да, коллеги. И напомню еще раз, что у нас минимальное количество человек для организации очного обучения – это три человека. При наличии трех студентов мы уже можем проводить академию очную, в принципе, как в запланированные сроки, так и дополнительно к существующим регулярным академиям, которые мы обычно проводим по кругу раз в год. Далее предлагаю переключиться непосредственно на сайт ЕСТАР Академии и уже непосредственно на сайте посмотреть, из чего она состоит. Коллеги, видно? Так, сейчас должен быть браузер, да. Давайте отключим видео для того, чтобы было видно, скажем, лучшее разрешение для экрана. Я предлагаю отключить видео сейчас или оставить, как лучше. Коллеги, напишите, если видно сайт Академии. Видно, отлично. Давайте оставим. Так, ну, значит, приступим. На сайте Академии мы можем видеть информацию как из личного кабинета пользователя, так и не заходя в личный кабинет. Посмотрим, что нам доступно просто обычному инженеру, сотруднику, который просто зашел на сайт, хочет посмотреть, что на нем есть, не создавая личный кабинет. Что он может увидеть, что ему доступно. Ну, во-первых, ему доступна информация об Академии. В этом разделе кратко описаны курсы, которые в рамках Академии проходят. Информация о том, где мы проводим Академию, о количестве партнеров, сколько у нас прослушало уже наши курсы. Ну, и также информация небольшая о том, какие учебные материалы Академия предлагает. Далее есть раздел «Контакты», в котором, собственно, мы можем увидеть, куда там звонить, куда написать в случае организационных вопросов или вопросов, возникающих посредственно по обучению. Есть раздел «Материалы». В разделе «Материалы» у нас содержатся инструкции по эксплуатации телефонных станций, шлюзов, инструкции для пользователя. И вообще этот раздел, он живой, он будет постоянно пополняться новыми материалами, будет добавляться информация о продуктах. То есть здесь, на самом деле, будут самые актуальные и свежие на последний момент материалы именно по оборудованию ЕСТА. Далее в разделе «Курсы» мы можем посмотреть, какие курсы читаются в рамках Академии, причем как их короткое описание, так и провалившись вглубь. Более полное описание этих курсов, полностью просмотреть, из каких частей они состоят, какие разделы изучаются, то есть иметь полное представление. Так, и в базовом курсе, здесь внизу есть ссылка для самостоятельной регистрации на портале ЕСТА. Да, здесь, смотрите, внизу действительно есть ссылка для базового курса для сдачи сертификационного экзамена. Плюс к этому, чуть дальше я хотел об этом сказать, и сейчас скажу. Сейчас чуть-чуть я остальные еще просмотрю, покажу вам разделы. Первый раздел именно «Basic», он отличается тем, что у него есть внизу ссылка на сдачу экзамена. Вот она. Остальные разделы такой ссылки не имеют. Потому что курс «Basic» отличается несколько от остальных курсов тем, что он доступен для самостоятельного обучения. И далее, если мы зайдем в раздел «Мероприятия», мы увидим. Во-первых, мы увидим список мероприятий по всем курсам, которые проводятся в рамках Академии. У каждого курса, соответственно, есть время, которое планируется его проведение. Есть возможность записаться на этот курс. Курс «Basic» имеет такую особенность, что записаться на него можно в любой момент. Издать его можно в любой момент. И прочитать материалы по нему, и изучить их тоже можно в любой момент. Если мы проваливаемся в этот курс по ссылке, мы видим. После краткого описания видим возможность скачать учебный курс. Видим возможность просмотреть видео, связанное с учебным курсом. Видим возможность пройти тестирование сразу после изучения этих материалов. Если задаться целью, получить данный сертификат и изучить данный курс, то, в принципе, достаточно одного дня с утра до вечера можно эту задачу выполнить. Полностью изучить материалы, просмотреть видео и сдать тестирование. Таким образом, за один день инженер может получить сертификат базовый по E-Star. И таким образом, компания, с которой ассоциирован этот инженер, может претендовать при выполнении определенных планов продаж уже на уровень силы. Также, если онлайн-тестирование по какой-либо причине и онлайн-обучение не подходит, требуется помощь наших специалистов, то есть нужно очное обучение, на этот курс можно также записаться, как и на остальные курсы. Кроме того, для тех инженеров, которые уже имеют на данном портале свои аккаунты, которые уже прошли обучение, они также могут просмотреть, проверить сертификат, который у них имеется, введя номер сертификата в специальном разделе. В таком виде, собственно, краткую справку по сертификату тоже можно получить. То, о чем я говорил, доступно даже без создания личного кабинета. При попытке записаться на какой-либо курс, при отсутствии личного кабинета, система предложит пройти авторизацию. Авторизация проходится при нажатии соответствующей кнопочки регистрация. Здесь совершенно регистрация несложная, вводится фамилия, имя, отчество. В качестве логина, как правило, e-mail, ну и пароль. После чего вам на почту электронную приходит письмо от сайта Академия издар.ру, в котором просят подтвердить регистрационные данные. То есть там нужно нажать на ссылочку «Подтвердить», и, собственно, все, вы уже авторизованы в портале Академия, и можете зайти в свой личный кабинет. Что мы сейчас и сделаем, и посмотрим, как личный кабинет выглядит изнутри. Я создал для нашего с вами вебинара три пользователя. Одного пользователя новичка, который как бы только авторизовался, никаких сертификатов еще не получал. Второго уже, который как бы имеет некоторые сертификаты. Третьего опытного пользователя мы сейчас каждого из них посмотрим и разберем, как каждый из них видит из своего личного кабинета информацию. Сначала зайдем с пользователем, который новичок. Любой пользователь после захода в личный кабинет, он видит дополнительные поля. Мои сертификаты, мои заявки, мои оплаты. В моих сертификатах отображаются полученные инженером сертификаты, если они у него есть. В моих заявках отображаются заявки на обучение, если они есть. И в моих оплатах, соответственно, отображаются оплаченные курсы, на которые инженер записался. Остальные вещи по разделу курс, по разделу курсы, выглядят так же, как и без авторизации. Разница заключается в разделе мероприятия. В разделе мероприятия каждый инженер, в зависимости от своего статуса, может видеть курсы, доступные именно для него. То есть, для новичка возможно самостоятельное обучение по курсу Basic и, возможно, запись на курс Basic для очного обучения. Остальные курсы, которые здесь также показаны, для новичка недоступны. Он не может на них записаться, потому что обучение у нас последовательное, курс за курсом, от простого к сложному. Как только новичок уже перестает быть новичком, получает свой первый сертификат, для него открывается возможность записи на последующие курсы. И сейчас мы, собственно, такого инженера более продвинутого заведем к месту новичка и посмотрим, как он это видит. Вот я назвал его E-Star Profi. Вот мы с ним заходим. Раздел мероприятия. И вот мы уже видим, что для пользователя, для инженера, который имеет более высокий статус, уже не новичок, у него обучение на сертификат Basic не актуально, на него записаться невозможно, но стали доступны обучения на следующие три курса. Это Integration, Routing и Security. Возможность обучения на Advanced для него по-прежнему закрыта, до тех пор, пока он не обучился по этим трем курсам и не сдал соответствующий экзамен. Точно таким же образом мы можем посмотреть следующего пользователя, который у нас еще более продвинутый. И для этого пользователя у нас практически все курсы, которые имеются, не актуальны. Актуален только один. Самый главный, самый большой, самый крутой – это на сертификат эксперта. На него он уже может записаться, сдать и получить соответствующий статус. Возвращаясь к новичку, и заходя в раздел «Мероприятия», мы можем, провалившись в самостоятельное обучение, увидеть возможность прохождения тестирования. То есть, просмотрели материалы, скачали курс, изучили самостоятельно, чувствуем себя уже опытными специалистами, хотим пройти тестирование, получить сертификат. Для этого нам достаточно через личный кабинет зайти в данный курс и нажать кнопочку «Пройти тестирование». После чего у нас начинается тестирование, мы начинаем отвечать на вопросы, и, соответственно, у нас имеется для прохождения тестирования две попытки. Если мы проходим с первой попытки, отлично, со второй тоже хорошо. Если мы две попытки использовали, и в результате каждая из них оказалась неуспешной, то тогда мы приглашаем инженера на онлайн-обучение по данному курсу. После получения первоначального сертификата у нас, как я ранее говорил, открывается возможность записи на последующие курсы. Для того, чтобы записаться на эти курсы, они у нас, я напомню, производятся в очном режиме, то есть в рамках нашей академии, проводимых классах, у нас есть соответствующий кнопочек «Записаться». Нажимаем эту кнопочку, и далее у нас появляется информация о том курсе, на который мы записываемся, и специальные поля для введения данных. Можно записаться как физическое лицо, можно записаться как юридическое лицо. Соответственно, вариант допустимый. После этого у нас в нашем личном кабинете в заявках появляется заявка на запись. Ну и после оплаты, соответственно, появляется возможность посещения курсов. По завершении курсов также появляется возможность и ссылка для сдачи экзаменов. Все экзамены, еще раз напомню, на русском языке, то есть все собрано в рамках одного и того же сайта. К сожалению, мне сейчас сходу не видно поле, в котором вы, может быть, уже какие-то вопросы написали, поэтому я переключился с основного экрана и готов ваши вопросы услышать, если они имеются. Что-то, может быть, было непонятно. Что-то хочется дополнительно спросить, узнать. Все ли было понятно по портовой академии? Коллеги? Алексей, Артем, Владимир, Игорь. Вопросов нет. Все понятно. Коллеги, если нет вопросов, если все понятно, тогда прошу регистрироваться на нашем портале. Если появятся какие-то дополнительные требования, там, запросы по материалам, либо что-то нужно будет дополнительно разъяснить, обращайтесь, пишите либо на мою почту, либо на partneristar.ru. Мы, соответственно, все ваши замечания постараемся учесть и добавить необходимую информацию. Всем большое спасибо. Тогда прощаемся. Еще раз всем спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok